Здравствуйте, друзья! Вы видите на своих экранах личку YouTube нашего канала. И вот наш подписчик, Саджиниас, он выражает признательность за то, что я ответил на пару его вопросов, видео записывал, но в данном случае я с синеньким выделил новые вопросы. Кстати, у него очень хорошие вопросы, я должен выразить признательность. Вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вам приходилось бороться с несправедливостью? Как и в каких случаях вы побеждали или нет? И вообще, что для вас это означает? Борьба, грань или что? Значит, это вообще, я бы сказал, библейского уровня вопрос. Серьезная вещь такая. Понимаете, тут можно многое с разных сторон, но вот ко мне вопрос. Я бы сказал так, что мое отношение к этому делу очень сильно зависело от возраста. Ну и, может быть, как функция возраста, социальный опыт такой. Потому что я вырос на самом деле в таком environment, в такой среде защищенной очень, где родители нас защищали от реального мира. Поэтому столкнуться с этим миром пришлось в возрасте более позднем, чем это у многих людей случается. И я могу сказать, что вот все-таки ты учишься в школе, в советской школе, ты смотришь там телевизор, ты читаешь книжки и так далее. И я могу сказать, что для меня, например, конкретно, вот, в Советский Союз там была двойная мораль. Знаете, они там говорили одно, а делали другое. Там говорили о том, что надо быть честно, но, скажем, у них были свои распределители, у них были свои дачи, у них были свои дома и так далее. То есть, как бы вот такое было общество двойной морали. И в нем жить было очень неприятно, но, понимаете, надо было дорасти до того, что это такое общество. А так вот ты живешь, в школе же тебя не учат и не говорят, что общество двойной морали. И тебе не говорят, что ты родился с каким-то клеймом, и что вот из-за этого клейма ты как бы вражина какая-то. Понимаете, и так вроде тебе родители так объясняют, но вот что вот там, понимаешь, говорят, что вот у тебя там, да, в 16 лет тебе паспорт выдают, в паспорте написано «Еврей». А до этого в школьном журнале написано, начиная с первого класса. И все знают, и ты знаешь, и как бы, но ты не понимаешь, что ты враг общества, что общество тебя считает врагом, что ты как бы предать можешь, там еще что-то за спиной там. Но за спиной ты, может быть, и не слышишь, а вот, допустим, когда ты идешь в институт поступать, и тебя не принимают, это ты хорошо слышишь и чувствуешь и так далее. Поэтому это было первым для меня, это было первым таким проявлением несправедливости, причем системного уровня, несправедливости на уровне всего общества. Это же не то, что, допустим, там меня лично, хотя это тоже обидно, но это же как бы ценности подрываются, вот мировоззренческие ценности подрываются. У тебя есть мировоззрение, мы живем в великой стране, наша страна, там, образец для всех. А ты, вот, значит, оказывается, а я, оказывается, не в этой стране. Они же вслух тоже не говорят. Это же, вот, допустим, во время царизма нехорошего, у меня бабушка, вот, она жила в Кременчуге, там было очень много евреев, и там были процентные нормы. И она училась в гимназии, она была десятым ребенком в семье, и это была семья мясников, они были, все братья, там, родители, они были все мясники. И вот они сказали, у нас в семье будет там кто-то, но должен выучиться. И вот они, и братья, и родители, они скидывались, чтобы, там, бабушка, она была младшая, чтобы она училась в гимназии, но она не могла поступить в гимназию в Кременчуге, Из-за процентных норм. Ее на телеге отвозили в понедельник утром в Новогеоргиевск. Я не знаю, как он сейчас называется, честно. С бабушкиных слов я знаю, что это был Новогеоргиевск. И там она неделю жила на квартире, училась в гимназии, а на выходные ее забирали домой. Вот так она 8 лет жизни, пока она закончила эту гимназию в 2018 году. И ровесница века была бабушка. Так вот, но это было честно, в том смысле, что они не скрывались и не прятались. Они говорят, у нас вот такие процентные нормы. Здесь же тебе этого не говорят. И вот ты вот с этим живешь. Значит, а что ты можешь сделать? У них танки, у них КГБ. А у тебя что? Кроме паспорта. Так еще же уехать не дают. Вот сейчас ты, в конце концов, сел и уехал. А тогда и уехать никак нельзя. Поэтому уж совсем плохо было. Но вот как с этим бороться? Я не знаю. Я на системном уровне никогда ни с кем не мог бороться и не хотел. То есть я понимал, что они сильнее. И я видел несколько человек, у меня были друзья, которые в какой-то момент оказались диссидентами. Но я бы сказал так, с позиции моих тогдашних, они съехали крышей. То есть они напоминали Дон Кихота, который борется с мельницами. Единственное, что мельница не была никому врагом. А эти боролись со сволочью. Но было понятно, что они не могут ничего. Это как бы им самим для себя было нужно показать, что их не сломать. Или что они там всех в гробу видели. Но реально они не могли системе сделать ничего. Они могли спалить свою жизнь. И собственно многие так и потеряли 10-15 лет, пока смогли уехать. Ну, я не такой борец. Я как бы душой с ними, но я не могу. У меня как-то не мое. И с несправедливостью. Потом время шло, потом мы попали в Соединенные Штаты. Несправедливость она со всех сторон. Потому что если будет одна справедливость только, и не будет никакой несправедливости, которую мы сегодня видим, тогда то, что мы сегодня считаем справедливостью, значит распадется на справедливую справедливость. И несправедливую справедливость. Понимаете, сдвинется граница вот этого добра и зла. Вот, собственно, и все. Поэтому так оно происходит, собственно. Вот если вы посмотрите на жизнь общества, происходит постоянная либерализация. То, что было немыслимо. Там даже 30-40 лет назад сегодня норма. Вот с теми же, допустим, сексуальными меньшинствами, или со сменой пола. Я уже не говорю о том, насколько, например, такая страна, как Америка, кардинально преобразилась в смысле расовых отношений, этнических отношений. Вот та напряженность, которая когда-то была, ее просто... вас не поймут многие. То есть уже есть много мест в Америке, где вас просто не поймут, что вы имеете в виду подрасовым. Есть места, где поймут, а есть места, где уже и не поймут. Потому что книжки мы читали, вот там, про Тома Сойера, а так же предметно мы не видим. И сдвигается граница постоянно. Поэтому с возрастом я переключился на, как бы сказать, вопрос к себе. Вот ты видишь несправедливость. Ты спрашиваешь себя, что ты можешь сделать для того, чтобы было справедливо. Ну, вот как ты считаешь. Или, допустим, что ты можешь сделать, чтобы смягчить эту несправедливость. Или как-то компенсировать. Потом, понимаете, тоже несправедливость, она, как бы, такая же часть жизни, как добро. Зло и добро, это вместе идет, рядом. Это не обязательно кто-то специально какие-то козни предпринимает. Вот у меня бабушка жила когда-то в коммунальной квартире. Вот та самая, что в гимназии училась. И уже, ну вот, я помню это время. Она жила в коммунальной квартире, и у нее был сосед. В другой комнате он там жил. И тогда ходили люди в галошах. Если вы знаете, что такое галоши, если не знаете, там на гугле среди картинок посмотрите. Это такие резиновые шлепанцы, которые надевались на обувь. Вот у Маяковского даже была такая рекламная, мне очень нравилась там картинка со стихами. Дождик, дождь, напрасно льешь. Я не выйду без галош с помощью резина треста. Мне везде сухое место. И вот у него были галоши. И еще там была кошка у нее шла. И эта кошка написала, я извиняюсь, значит, в эту галошу. И он очень ругался на кошку, и он кричал, и он там трепал ее или что-то. И бабушка говорит, что вы пристали к животному. Она же не понимает. Ну, вы бы подняли ее повыше, там на полочку поставили. А что кошка-то, что на нее ругаться? Поэтому вы можете говорить, зло, зло, зло. А что зло? Ну, зло. Ну, а что ты сделал, чтобы не было зла? А ты мог что-то сделать? Бывает такое зло, что ты сделать ничего не можешь, но в принципе не можешь. Ну, что теперь сделать? Вот, там бомба разорвалась. Ну, что вы можете сказать? Я виноват? Как я виноват? Вот. А есть такое зло, которое является, как бы, сказать, реакцией на то, что вы сами делаете. Причинно-следственные связи. Вы можете спросить себя, вот то зло, которое я обижу, это какая-то причинно-следственная связь? Может быть, я что-то сделал? Может быть, я мог что-то сделать, но я не сделал? Вот если вы, например, едете на дороге и участвуете в, как бы, принимаете участие в скотском поведении водителей, да, и там начинаете подрезать, начинаете обгонять, в итоге вас стукнули, вы говорите, что все козлы там, но вы же могли не подрезать, вы же могли не нарушать правила, вы же могли сделать что-то, но вы же не сделали. Могли ехать спокойно или не ехали, могли держаться там в полосе, а ехали, значит, между, выехали на тротуар, там, или, я не знаю, есть очень многие вещи, которые мы сами, как бы, творим и говорим, вот зло, почему зло? Как-то я помню, в садике мама рассказывала, я сам не помню, но мама рассказывала, что она пришла меня забирать, и я говорю, вон там девочка меня обидела, за палец укусила. И мама говорит, а как же она смогла тебя за палец укусить? Я говорю, так я ей в рот палец засунул, она укусила. Так что, получается, девочка зло, что ли, или как? Поэтому я уже постарше, и для меня главный вопрос, поскольку я понимаю ограниченность времени, и не так много у нас есть сил, поэтому я спрашиваю себя, как я могу свои силы потратить рационально? Рационально, то есть какой-то пользой. Есть люди, как бы сказать, идейные до безумия, такие безумные, идейные есть. Я их, честно говоря, побаиваюсь. Не зависит от того, какая у них идея. Это неважно. Вот это может быть идея коммунистическая или фашистская, она может быть, я не знаю, какая-то религиозная, экстремистская. Или еще какая-то. Мне никто из них не симпатичен. Потому что это экстрим, и это все против людей. Вот я так считаю. Поэтому экстремизма я такого не принимаю. И я спрашиваю себя спокойно, без экстрима. Потому что если мы пойдем в экстрим, мы точно ничего хорошего не сделаем. Если мы позволим эмоциям контролировать наши действия, это опять ничем хорошим не кончится. Поэтому иногда нужно просто отойти, вздохнуть, передохнуть, дать мозгам протрезветь, выветрить всякую дрянь. Поэтому телевизор смотреть нельзя. Потому что телевидение, ваши мозги зомбируют ненавистью. Поэтому надо их чистенькими держать. И дальше вы с позицией спрашиваете себя, ну вот что можно сделать хорошего. Я идейный в том смысле, что я различаю добро и зло. И я как бы в борьбе за добро, как я понимаю, я могу далеко пойти. В том смысле, что я за добро и зло не путаю. И пропаганду дешевую, и фашистскую, и коммунистическую, и так далее. Я нахлебался уже столько, что я не путаю. Ни либеральную, ни консервативную. Я вижу, где там границы, и так далее. У меня это мгновенно, вот тут прям эта граница стоит. Поэтому я их не спутаю. И на демагогию чужую не поддамся. Но вопрос только в чем? Ты сделал что-то, или ты не сделал ничего? Вот здесь происходит конкретно линия, так сказать, раздела. Как бороться с несправедливостью? Я очень много дров наломал в своей жизни, борясь с несправедливостью. Потому что я пытался что-то такое доказывать, вместо того, чтобы просто делать. Не надо ничего и никому доказывать. Просто берешь и делаешь. На меня постоянно выливали и выливают ушатые всякой грязи. Какие-то люди. И там нет ни одного слова правды. Я вам пример просто приведу, чтобы вы понимали. Вот, например, да, я человек открытый и общительный. И я как бы даю много информации такой, для того, чтобы против меня потом как-то это перестроить. Вот, например, я рассказывал историю на форуме «Говорим про ИС». О том, что люди вот есть такие, знаете, не стремительные что ли. Вот у нас была китайская девочка. Она закончила школу и ее взяли в Велсфаргбанк. Хотели взять ее практикантом. Должность была такая практикантская. На 10 долларов в час. Но дело в том, что Велсфаргбанк консультанта не берет напрямую. Он должен через вендора пропустить. Через консалтинг какой. И дальше получается так, что поскольку там всего 10-12 долларов, то никакой вендор не берется. Потому что если вендору дать 12 долларов, а он, допустим, там 6-7-8 должен держать, так нечего заплатить человеку. И они говорят нам, давайте мы вас включим в список вендоров. Нас включили в список вендоров. В Велсфаргбанк мы были в этом списке, пока девочка там работала. И они нам давали 12, а мы ей отдавали 10. И что это значит? Это какая-то работа. Из-за одного человека. Надо там шиты туда, там шиты сюда. И оставались там каких-то этих 2 доллара. Но это все должна была делать моя жена, потому что больше некому. И если бы она там побыла 3 месяца, ну как люди на практику ходят, ну пошел на 3 месяца и дальше. А она там 2 года проработала. И нас достало, честно. Мы же школа, мы же не учреждение по вот этому, я это называю, союз печать. Дерьмо качать, 3 копейки получать. Ну что это такое? Что это за работа такая? Но она говорит, ребята, не ругайтесь, я там, это самое, я не хочу уходить, потому что мне сказали, что когда будет фулл-тайм позиция, они меня возьмут. 2 года прошло, пока ей дали фулл-тайм позицию. И она эти 2 года работала за 10 долларов. А мы за нее получали 12. И я вот рассказал эту историю на форуме. И дальше там какие-то люди, ну безусловно, они злонамеренные. И безусловно, они как бы, они ничего такого не знают, чтобы они могли рассказать негативного. Но они берут историю, которую я рассказывал. И они дальше берут и говорят, вот какие сволочи, они наживаются на студентах. Они там, значит, держали 2 года девочку на 10 долларов в час. Они не говорят, что мы 12 получали. Они говорят, что держали на 10 долларов в час, эксплуатировали. Они, когда студентов посылают на бесплатные интерншипы, они эти деньги себе забирают и так далее. То есть на меня постоянно выливают ушатые дряни какие-то люди. Я на самом деле не то чтобы жаловался, потому что их ложь и их грязь настолько дебильны и настолько очевидно уродливы, что это нужно быть откровенным отморозком, чтобы вот приять это за серьезную какую-то монету, и чтобы тебе брезгливость как бы не возникла, вот когда ты читаешь эту дрянь. И я, в принципе, признателен, потому что если человек, который вот в это может поверить и так далее, я не хочу, чтобы он ко мне приходил, чтобы я на него время тратил. То есть в этом есть даже какая-то своя польза. Некоторые мне говорят, ой, Миша, это ты специально завел на себя какую-то гадость, пишешь. Я говорю, почему же я? Он говорит, ну видно же, что бред. Ну кто же это вот? Это понятно, что ты сам себе черным пиаром и так далее. Поэтому я, будучи как бы заметным человеком, публичным, вы постоянно подвергаетесь, там слава богу, от меня еще никто кусочки пиджака не отрезает и там кислоты в рожи не льет. Ну, как бы, значит, как я с этим борюсь? Да я чихать хотел. То есть я когда-то, когда-то, мне было обидно, я даже где-то там отвечал на каких-то форумах, там что-то такое. А сейчас, ну пошли бы они в задницу. У меня столько дел. Если я сейчас буду на них отвлекаться, я тогда не сделаю то, что я могу сделать. И когда я буду ответ держать за свою жизнь, понимаете, когда наступит момент, и мне скажут, ну давай отчитайся, вот тебе многое дано, а многое ли ты сделал? Потому что с тебя спросятся-то много. И мне сказали, и ты разменялся вот на эту шушеру? Ты, который мог там, я не знаю, за этими усилиями там 10 жизней изменить, к лучшему ты, ты что, вот с этими? Роберт Киесаки говорит, что в чем проблема разговора с идиотом? Он говорит, проходит всего одна минута, и уже не один идиот, а два. Ты и тот, с которым ты разговариваешь. Поэтому, а что с ней бороться с несправедливостью? Просто делай то, что ты можешь. Я как-то рассказывал, я еще раз повторюсь, есть, по-моему, это у Эрла Найтингела, есть такая история, он рассказывает, что проводили статистический анализ, что людей беспокоит. И вот оказалось, что из 100% беспокойств, там 30 с лишним процентов, это в прошлом, но они до сих пор переживают. Еще там 30 с лишним процентов, это текущие, но они ничего не могут сделать. Вот, допустим, есть какие-то политические события, я не знаю, но вот из последних, допустим, вот Крымская компания. И вот люди, вы можете возмущаться, это возмутительно для кого-то, или радостно для кого-то, я не знаю, но вот люди, которые возмущают. Ты можешь возмущаться, это как бы обычное дело, мы все возмущаемся, мы не можем от этого отойти, мы чем-то возмущаемся, чем-то радуемся, чем-то гордимся, но вопрос в чем? ты можешь эти силы потратить на то, чтобы сделать что-то. И это непросто, потому что возмущаться на самом деле легче. Это эмоционально, это красиво, и все вокруг тебя говорят, ты молодец, ты протестуешь, ну ты сделай что-то. Ну, не обязательно в этой области, я не знаю, для сирот, для бедных, для слабых, для немощных, для инвалидов, ну сделай что-то. И это сложно. И я как бы уже дозрел до того, чтобы делать вот это, потому что я уже не хочу просто. И вот Йорл Найтингелл, он, значит, приводит эту всю хохмочку и доходит до того, что 8% только, от 100% беспокойств, только 8% это то, где люди могут пойти и что-то сделать, чтобы изменить к лучшему. Те люди, которые в состоянии отвлечься от 92% тех беспокойств, где они не могут сделать ничего, и они сосредотачиваются на тех 8%, где они могут, это люди, которые достигают невиданных, невероятных высот. Потому что каждое их действие направлено на созидание. Нельзя бороться с несправедливостью, нельзя бороться со злом. Это абсолютно бессмысленно, это создает больше несправедливости и больше зла. Мать Тереза говорила, не зовите меня на митинг против войны, зовите меня на митинг за мир и я приду. Понимаете, я не хочу бороться с несправедливостью, потому что я только создам больше несправедливости. Больше визга, больше крика, больше раздражения, больше ненависти и т.д. Я хочу бороться за хорошие дела, за мир, за образование, за здоровый образ жизни, за сохранение окружающей среды, за честные выборы, за прозрачную, допустим, политическую систему и законодательную систему. Вот я за это хочу бороться. За то, чтобы дети были счастливы и не болели. За то, чтобы не травили людей химикатами, добавляемые в пищу. Ну или что-то такое. То есть, чтобы пища была... Я за органическую пищу, но я не борюсь, допустим, с добавлением химикатов, потому что это все бессмысленно. Но если у меня есть возможность голосовать за что-то, я проголосую так, как надо. Но бороться я лучше буду создавать что-то. Такой мой ответ. Что это означает? Вот динамика. В моей жизни это очень динамичная штука. И я, борясь с несправедливостью, например, заработал диабет. Потому что я был в стрессе, в чудовищном. И я боролся. Я это все рассказывал в истории. У меня есть на канале такой плейлист, называется «Как дело было». И я рассказываю, как вот школа наша остановилась, через что мне пришлось пройти. В ссылках, в описании к каждому видео есть ссылки. И там есть одна из ссылок, которая идет на историю нашей эмиграции. Она висит на форуме «Говорим про ОЕС». И я там все это очень-очень подробно, до деталей, до микронов расписываю. Я могу сказать, что я написал эту историю, ну не все, процентов 90. Я написал за 2-3 недели. Там видно по постам, если вы посмотрите. Дальше я так по чуть-чуть уже дописывал. Оно сидело во мне и так рвануло. Вдруг, неожиданно, я за 5 минут до того, как я сел и начал писать эту историю, я не знал, что я буду ее писать. Вдруг вот рвануло. И я написал где-то примерно миллион 200 тысяч знаков. Это что-нибудь 30 авторских листов. Это здоровенный толмол такой. И был момент, я помню, что что-то, знаете, воспоминания, когда нахлыновают. И я полчаса писал в таком состоянии, что у меня пальцы там по клавишам долбали, а из глаз слезы текли. И я не мог их остановить. И они как-то сами по себе текли. Не то, чтобы я там плакал или рыдал. Просто они текли. А я в это время фигачил по этим клавишам. Потому что вспоминать то, через что я прошел, и через все эти обиды, и несправедливости, и так далее, само по себе очень стрессово. Но я это пережил. Я стал сильнее. И я не жалею ни о чем, собственно. Я не могу сказать, что я жалею, что я не сделал иначе. Но вот сделал, как сделал. Получил тот опыт, который получил. И спасибо всем, кто по-буддистски, кто своими действиями несправедливыми, подлыми, грязными, научил меня чему-то в этой жизни. Иначе бы я не знал, чего бывает, и как на самом деле нужно иметь дело со всеми этими людьми. Так что, вот так, наверное. Я могу еще долго там всяко-разно на эту тему, но я думаю, что мы более-менее осветили. В том плане, как я к этому отношусь. Раз вопрос ко мне, значит, вот я так на него отвечу. Спасибо.